Перед началом зимнего сезона все-таки необходимо убедиться в том, что аккумуляторная батарея держит хорошо заряд и, соответственно, при эксплуатации транспортного средства необходимо поддерживать заряд аккумуляторной батареи. Если случилась ситуация, когда транспортное средство не заводится из-за больших морозов, необходимо предусмотреть в машине провода для того, чтобы можно было оказать кому-то помощь и все-таки произвести запуск двигателя автомобиля. Хочу напомнить, что с 1 декабря по 1 марта в обязательном порядке необходимо оборудовать транспортное средство зимними шинами, то есть шинами с соответствующей маркировкой. При этом хотелось бы напомнить, что запрещено устанавливать на одну ось автомобиля шины с различным рисунком протектора, но и помимо этого все же контролировать состояние шин, потому что, несмотря на то, что они могут быть зимние, вместе с тем, износ протектора шины может все-таки превысить допустимые пределы. В этом случае шины необходимо заменить. Кроме того, необходимо озаботиться о наличии в бачке стекломывателя незамерзающей жидкости, что позволит в процессе эксплуатации автомобиля в каких-то сложных условиях очистить все-таки стекло, поскольку, скажем так, обзорность рабочего места водителя сильно влияет на его восприятие от окружающей обстановки. То, что касается вождения, ну, наверное, основным критерием, влияющим на безопасность дорожного движения, является выбор безопасной скорости движения. Как бы в условиях зимних бывают зачастую резкие осложнения погодных условий, обледенение проезжей части, резкое изменение температуры окружающей среды, выпадение обильных осадков. В связи с этим водитель должен вести транспортное средство с такой скоростью, которая ему позволила в случае осложнения и возникновения опасности на дороге контролировать его движение и в случае необходимости остановиться. Хотелось бы совет дать по поводу соблюдения безопасной дистанции. В зимний период, к сожалению, состояние проезжей части иногда может быть далеким от идеального, что, соответственно, увеличивает остановочный буть автомобиля. Поэтому водителю стоит выбирать такую дистанцию для движения до впередыдущего транспортного средства, которое позволит ему контролировать свое движение и в случае экстренной остановки впередыдущего транспортного средства избежать с ним столкновения. Также хотелось бы дать совет по осуществлению маневров в зимнее время, поскольку такие маневры, как поворот, разворот, особенно маневр обгона, он связан с маневрированием транспортного средства. Зачастую погодные условия, а также дорожные условия, скажем так, не позволяют эти маневры выполнить безопасно. Поэтому любое ускорение, торможение, любой маневр, который осуществляется на зимней дороге, должен быть безопасен. И водитель перед его осуществлением должен убедиться в его безопасности. Погодные условия меняются, но условия движения, в принципе, не меняются. Единственное, что, конечно же, такой вид нарушения, как эксплуатация транспортного средства без оборудования зимних шим, конечно, это такой специфический вид нарушения, которое, значит, имеет место быть. Ну и в связи, конечно, с погодными условиями возрастает количество дорожно-транспортных происшествий, связанных как раз-таки, вот, как я бы означал выше, это с нарушением безопасной дистанции движения, а также с неправильным выбором безопасной скорости движения. По количеству материалов, которые поступают к нам на рассмотрение, это увеличивается кратно.